всем привет это канал на земле и на воде и вы смотрите фильм о нашем путешествии вокруг ладоги в августе месяце 2023 года мы сопровождали регату ладога-фест от бухты владимирской до биткеранты бывали интересных местах окунулись в яхтенный мир в общем смотрите будет интересно в этом году регата должна была состоять из пяти этапов за неделю яхты должны были пройти с 124 с половиной морских мире торжественный старт должен был пройти в осиновце однако из-за того что в бухту таким яхтам уже было не зайти слишком мало воды и уровень не позволял старт перенесли сразу на второй этап бухту владимирска 7 числа выдался штормовой день ветреный и были проведены портовые гонки потому что ветер был действительно очень лютый потом было три дня маршрутных гонок и в итоге мы пришли на вала на валами мы провели сутки и закончили всю гонку в пикеранте это очень красивое и интересное зрелище которым я хочу с вами поделиться сегодня в ладоге регата сопровождаем погода сегодня еще ничего добежать нам удастся завтра какой-то шторм завтра шпортовые гонки а потом вроде конец недели весь хороший отличная погода бригада должна удастся короче вини не обманул ни хрена наши 0506 0708 так тут и гуляют ваше захват а 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok К концу лета хорошо прогрелась, вода была где-то примерно 20-22-23 местами градусов А в бухте Коневецкой вода была 6 И именно из-за этого и образовался этот туман, который стоял на границе Здесь есть только 95-й и дизель Больше ничего нет Ну ладно, хоть она есть, то приятно Бухта Владимирская встали Там наши лодочки встают с торца А вот регата Яхты завтра будут участвовать Большие Кондор Смотри, какой красивый Дизельяный как будто Весь в тике Красота Бухта Владимирская изнутри На первый раз сюда вышли вообще Гостиница Ларёчки Со всякими вкусяшками И транспортная Портовая служба Там вот паломническая Да? Паломническая служба, по-моему, это называется Церковушка И заправка Роснефть Короче, Роснефтьевая база Чистую К ночи Все яхты и команды Собрались в бухте Владимирской И заснули трепетным сном В ожидании первого дня Регаты Красота Короче, прикольная такая картина Резкая смена Температуры воды Образует вот такой туман Прям вообще Тут нету Он вот так вот сползает Прям полосой И наши ждут Чтобы на Регате Как-то погонять Какой-то сменой погоды А она, похоже, не сменится Ее никуда выдавать не собирается Но я ошибся Через пару часов Ветер таки появился И туман сдул Сделаем? Примерно вот такого направления? Да-да-да Практически в горе пишут Такие марки Чуть правее и выше будет стоять 10 килограмм Чуть дальше и правее Значит, огибание поставлено Будет поставлен Погибание правого пола Часовая готовность Через час стартуем Что такое портовые гонки? Выставляется два боя На расстоянии примерно мили Прямо в бухте Лодки выстраиваются на старт Дается сигнал Они проходят круг И возвращаются Время засекается Кто в первый, тот и победил Несмотря на разнокалиберность К бую пришли примерно все одновременно И свалка была нешуточная И не husка Н görывает Б 부탁 Smithsonian Время – тёмно Останää 20 градусов Подпишись По подобной схеме было проведено 4 портовых гонки Каждый раз капитаны выбрали разные стратегии Но результат был практически всегда одинаков Первым приходил Кондор 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 Закончился первый день регаты Завтра Маршрутной гонки Ночью погода испортилась и пошел дождь Старт проходил напряженно С Ладоги накатывалась достаточно существенная волна Вместе с организаторами мы вышли из бухты посмотреть как дела Между Владимирской бухтой и островом Коневец ходила волна в метра полтора Посмотрев на обстановку решили все-таки давать старт регать Потому что сегодня нужно было пройти пятую гонку маршрутную до острова Бурниев Одна минута до старта гонки номер пять Одна минута Счастливого пути Мы отстоялись пару часов и пошли догонять пенетон Покидаем бухту Владимирскую Гоняется Перелезаем Будет весело Жопа нас ожидает какая-то ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 в рубку а так она светит вот только полосочку такую озон стам в люке были так что не греется салон консоль защищена не греются приборы не греется все эти вариации все что установлено короче в сильно холоднее вот так вот такой еще плюс финишировал регата примерно 8 часов вечера мы дальше зашли в шхеру ребята покупались потому что ползали весь день по жаре мокрые потные поэтому конечно же всем хотелось принять хоть какие-то водные процедуры пришвартовались мы на базе киселевка и конечно стали готовить ужин готовится к завтрашней гонке а завтра мы должны были пойти от острова кинсари до валаама в 10 утра традиционно был инструктаж капитанов проговаривали как кто куда выходит как мы стартуем где стоят к судейские катера как отдается старт как финишируем и мы поползли по шхерам на выход в ладогу в 11.30 мы дали старт седьмой гонке регаты ветер сегодня был хороший крепкий и мы ожидали что примерно за два-три часа все яхты дойдут до валаам так оно и получилось в 15.30 все уже были в монастырской бухте валаам было время погулять и полюбоваться красотами и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Короче, ночной валан. Нет электричества, но, к сожалению, вон их на батарейке заряжает генератор. Вот такая красота. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Капisch Деречка запущена Нравится На сегодняшний день у нас стояла задача проводить регату до петкиранты и вернуться в Кошкино Дорогу входило более двухсот км Топлива в наши баки было совсем мало я рванул в сортовал а андрей должен был стартовать регату и встретиться мы должны были уже на входе в бухты петки ранды старт чист всем счастливого пути а а и и и и и и и и и Вот такой тут пистец на заправке. Я вовремя успел, когда вернулись все эти ребята за бензином. Но теперь стартовали две заправки. Вот есть еще одна. В ней тоже есть 95-й пистец. И там тоже справляется. Не знаю, почем, не узнавал, но факт, что их теперь две. Вот так вот, распустив самые большие паруса, спинакеры, фигачат. Если это можно назвать, конечно, фигачат, но не стараются изо всех сил. Кондор в очередной раз побеждает в маршрутной гонке. Реально лодка очень ходкая. Всех выигрывает, короче. Вот и зафинишировали всех, слава богу. Закончилась регата. Дрейфуем около базы длинный берег Питкеранта. Что-то нас там не сильно ждут, похоже. Ну, подождем, как говорится. Народ купается. Там какая-то стоит посудина, вот такая Адмирал Кузнецов. Короче, ждем. Все, погнали мы. Радуб. Сюрегату привели. Теперь осталось до дома дойти. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В самом центре Ладожского озера. В центре не бывает. До дома 77 км. Ну, как-то вот, до края поворота Глубакина. Как выглядит, знаете? А вот так. Нету берегов. Куда ни глянь. Там нету берегов. Там нету берегов. Там. Там. И нигде. Ну, совсем нету берегов. Вот так вот выглядит. То, как в годовом центре Лады. Текать по земле. До ближайшей земли. Не меньше 50 км. Ну, что, вот мы и дошли. А-а-а-а. Там такой загадки. В жиротных пенатах. Челесербург на грязанте. Осталось до алтара поршнями. И мы будем на месте. Отпустила нас Ладога. С Богом. Поменяла волну на попутную. Стало очень хорошо. Прям сильно легче стало. Еще показала нам закат. Вот такой красивый-красивый. Спасибо, парни. Всего вам хорошего. Ну, вот и родной Гошкино. Пришли. Пересекли Ладогу с севера на юг. Ровненько. Точечка в точечку. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok